Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Хефиц стучит. Я головой стучу. Хефиц стучит. Хрущев стучал ботинком, а я головой. Это все, чем мы отличаемся друг от друга. Мы давненько, у нас была менопауза. И у нас, и у меня. Хефиц всегда у нас находится в какой-то паузе. Почему какой-то? У меня была менопауза. Но поскольку я мужчина, она была короткой. И возвращаясь к теме нашей встречи. Сергей Бархатов, вернитесь к теме нашей встречи. Ну, у нас тема очень интересная. Мы тут просто обсуждали, накопившись, долго мы не пили чай. Хефиц был в менопаузе, я на кинофестивале. Орлов тоже какой-то фигней занимался. Нет, я их просто ждал. А он просто ждал, причем где-то далеко. А ведь есть люди, для которых менопауза – это отпуск. Да, да. И мы обсуждали, что накопилось. И тут не так давно просто в блоге одного интернет-деятеля, очень известного человека в интернете, да и не только за пределами его тоже, Антона Носика, появилась запись, которая нам всем показалась интересной. Она называлась «Понты дороже денег», если я правильно называю. И, собственно, дальше пошли, наверное, на Орлову зачитать, там, фрагминтик какую-то, она такая интересная. Саша, громче. Цитата. Цитата. Надо дать должное. Во всем мире корпоративный топ-менеджмент любит попонтоваться и помазорить глаза согражданам те же анальный вау-фактор. Анальный? Да. Если Россия тут чем-то и выделяется, то исключительно тем, что у нас лидерами и законодателями этой моды выступают госчиновники, которые свои миллиарды в основном не заработали, а украли из бюджета. За границей, где ратифицирована 20-я статья известной Конвенции ООН, слуги народа ведут себя скромнее. Но принципиальная разница тут спорная, потому что корпоративный топ-менеджмент, не учредители компании и роскошный свой образ жизни они оплачивают тоже за казенный счет, а не из собственного корма. Интереснее другое. Откуда вообще берется у образованных людей, выросших в цивилизованных странах, это дикарское желание выделяться на фоне окружающих блеском цацок, формы шильдиков на капоте и ненормальным количеством денег, заплаченных за бутылку газировки? Есть ли какой-то ограниченный набор вип-услуг, вроде спецобслуживания в аэропортах, реально экономящего силы, время и нервы? Еще можно понятие оценить, то огромная часть ритуалов, принимаемых на себя современные толстосумы, это чудовищные и нелепые неудобства, от которых нет ни малейшей пользы, кроме смешной показухи. Кому и что они пытаются доказать? Старательно провоцируя зависть и классовую ненависть. Даже в бизнес-ориентированной Америке, с религиозным культом финансового успеха, недалеким толстосумам удалось личным примером внедрить в общественное сознание устойчивый негатив по отношению к показному богатству. Что же говорить об элитарной Европе или о странах третьего мира, где подавляющее большинство населения живет не то чтобы скромно, а просто за чертой бедности? В чем кайф провоцировать зависть и ненависть соотечественников? И куда девается потребность вызывать у окружающих добрые чувства, симпатию, солидарность, благодарность? Только не надо говорить, что во всем виноваты деньги, потому что нелепость такого объяснения уже достаточно высмеял Дуглас Нойл Адамс предисловие к путеводителю автостопом по галактике. Это не маленькие зеленые бумажки понтуются тем, как их много, это понтуются живые люди, причем одинаково часто и наследники больших состояний, и те, кто их нажили с нуля, поднявшись с самых низов. Ну, достаточно, да? Слушай, а какой, представляешь, какой слог прекрасный, да? Не, он у всех вообще очень интересен. Зачем он велик? Вот он просто велик, потому что, будучи интернет-человеком до мозга костей, да, или до костного мозга, да, он остался при этом литератором. То есть он не подпал под это вот тлетворное влияние интернет-трепа вот этого чудовищного, полуграмотного, малоразборчивого, да, и наполненного же организмами. Остался литератором. Антон, респект. Мы с вами не знакомы, но тем не менее. Ну, я думаю, что специфика все-таки семьи, будем так говорить, да, потому что человек, получивший определенный... Всем писатель? ...выпший определенный... Ну, естественно, но ведь эту специфику надо еще сохранить. Ну, хорошо. Хорошо. Отдали должное. Отдали должное. Отдали. Пусть возьмет. Да, пусть возьмет. Ну, собственно говоря, вот это и была тема, которую мы решили обсудить. Какие мысли? Понты. Понты. Вот я думал, что господин Орлов, раз уж до счета, пусть выскажется на эту тему, потом будет мешать чай. Да. Понты дороже денег. А с другой стороны, а почему нет? Ты у меня прям с языка снял. А почему, черт возьми, нет? Я своровал миллиардов. Если у людей есть на это финансовые возможности, мы сейчас не говорим о стороне, о той стороне вопроса, каким образом они достатки. Ну, почему? Давай скажем, я своровал. Ведь невозможно же заработать. Ну, хорошо. Если ты своровал, но тебя не поймали, значит, ты не подсуден. Да. И ты собираешься тратить это на демонстрацию того, что ты своровал, воплощенное в цацках, машинах, галстуках, газировках за сто тысяч долларов. Да. На то, чтобы понтоваться перед людьми. Да ради бога! Ради бога! Да. Хватит этим людям читать морали и нотации. А мы и мечтаем. Что не можем. Нет. Что так неприлично себя вести? Европа же это поняла, Америка на пути к этому, а мы дикари. Не-не, мы же не читаем морали. Мы просто нет. Да и Носик не читал. Мы просто выскажем сейчас свое отношение к этому. Это же явление имеет свои корни? Корни имеет. Носик там был финал, который мы пропустили, люди могут писать по ссылочке наших шоунотов, он как раз говорил, что для него оказывается смысла не имеет. Что? Ну, понтование как таковое. Может, у него денег недостаточно? Денег, я думаю, у него достаточно. Поверь, у человека со столькими проектами достаточно денег. Другое дело, что просто он не считает нужным ими понтоваться, будем так говорить, да? А мы знаем его жизнь, мы знаем, да, мы знаем. Я-то нет. Мы можем с уважением относиться к его позиции точно так же, как к позиции любого другого человека, который таки хочет понтоваться и понтуется. Кстати, по поводу понтования, ты перебьешь на секундочку? Буквально вчера я смотрел передачу, как она называлась, что-то такие крутые туристы или что-то такое по НТВ. Я просто пришел совершенно без сил после московского кинофестиваля и плюхнулся на диван, а там как раз был ключ-интелезор, по которому шла передача по всяких наших вип-личностях и их способам на передвижение туризма и так далее. Там как раз в том числе и касался наших некоторых, там, звезд шоу-бизнеса, которым пофиг, и там, Сусти Прохоров. Знаешь, вот, ну, человек действительно понтуется, ну, при всем при том. Я не знаю, я не буду говорить, как он там добыл свои эти миллиарды, но кто вам мешает? Ребята, недавно вы тоже были там какими-то бедными, сейчас он уже был сиротой вообще, там, детдомовцем, ну, ёлы-палы, ну, может, я только как слышу, закрывайте свет-комплексов детдомовских. Вот, насколько я знаю, многие люди, когда чего-то недополучали в детстве, потом это гиперкомпенсируют как-то. Он был детал? Да. Кто? Ну, этот сам, Прохоров. Что? Ты же с ума сошел? Я ошибся? Человек родился в благополучнейшей семье. А, я его с обрамочником перепутал. А, ну, не важно, не важно. Ну, там про всех было, так сказать, пардон, пардон. Вот, то есть, как бы... Нет, я тебя перебью, то, что Прохоров родился в благополучнейшей семье, не означает, что он чего-то в детстве недополучил. Это же, да, ты понимаешь, да, кому жемчуг мелок, кому щупустый. То есть, человек может родиться в семье миллиардера и есть золото, а хочет при этом есть с платины, а ему не давали. И он все равно будет считать, что он что-то недополучил. То есть, это вещи-то такие, это на секунду. Да, да, ну, после момента Башкин перевернулся, я хотел сказать про Абрамовича, да? Ну, суть даже не в этом. Не в этом. Как бы, да. То есть, ну, не знаю, вот у меня, вы говорите фонтах, с одной стороны, у меня не вызывает какой-то, не знаю, такой вот, может быть, аллергии. Вот все эти яхты, там, Прохоров, там, Абрамовича и так далее, как-то мне, честно говоря, пофиг. Но при всем при том, основная масса действительно бесится. И вот то, о чем говорит Носик, она, как бы, в данном случае, понятна. То есть, зачем? Ты мне самое главное скажи, нет, стой, вот основная масса людей бесится. Вот ты мне скажи, да, это бешенство высокоморальных особей или это зависть? Ты знаешь, я думаю, зависть. Ну, так, если это зависть, пошли они в задницу, если это зависть. Ура! Вот и все. Направление указано. Еще я только, еще не жил до такой степени, я не дожил, что я буду еще вставать на сторону придурков, которые от зависти сходят с ума. Да мне пофиг, пусть они лопнут все. Совершенно верно. Вы хихит. А быть бешенством, сейчас секундочку, а, так сказать, быть на стороне людей, одержимых моральными устоями и с негодованием отзывающихся об этих миллиардерах. Еще хуже. Так это невозможно, потому что, во-первых, высокоморальных людей не бывает в массовом количестве, это всегда единицы, а, во-вторых, именно высокий моральный уровень не позволяет им вообще... И по-настоящему высокий моральный уровень не позволяет обсуждать жизнь другого человека, насколько там у него яхта крутая, и понтуется он или не понтуется? Конечно. И что такое понтуется? Вот именно. По-настоящему, по-настоящему, насколько вот одно дело, что когда человек покупает какую-то вещь, которая ему удобна, да, то есть он просто и пользуется, потому что ему так удобно. Погоди, погоди секундочку. Вот я, предположим, так получилось, что последние, наверное, лет пять пользуюсь продукцией фирмы Apple, да. Вот ты понтуешься? Погоди, я сейчас просто закончу. То есть дело бы вообще было так. Я в России один из первых, когда я начал ей пользоваться, это было в начале девяностых, в середине девяностых, в начале девяностых, и выбор был обусловлен даже не тем, что лучше или хуже, потому что тогда денег в России никого не было. И мы все рассчитывались бартером. Просто со мной рассчитались бартером, и когда я в свое время переходил с DOS, я перешел на Apple просто, я говорю, на продукцию Apple и работал на Apple, да. Вот, потом, просто опять же, был выбор не мой, вот, и я перешел с Apple на Windows, долго работал на Windows, потому что я работал на технике, которую не покупал, вот. И когда лет пять назад я задумывался, что вроде бы надо просто обновлять технику, я решил снова купить Apple, перешел на Apple, а на нем работают. Техника заведомо дорогая. И меня, честно говоря, периодически раздражает. Я работаю на Apple не потому, что я его рекламирую, не потому, что мне за это платят, потому что мне на нем удобно, реально удобно. И точка. И точка. И идите нафиг. В том-то и дело. Но дело в том, что меня внутренне постоянно раздражает. То, что стоит, вот мы пишем подкасты, очень часто попадает яблоко в кадр, да, да, то есть, ну, когда мы видео писали. Я уже задолбался, отмахивался, ребята, это не реклама. Ты же помнишь, как я прикрывал яблоко. Насколько люди больны, насколько они больны, если они во всем видят пиар. Да. Это просто жизнь, идиоты, это просто жизнь. Это российская проблема. Постоянно какая-то фигня включится. Ну, я даже боюсь иногда раз похвалить какое-то заведение ресторанное, да, потому что я боюсь, что... То есть мы начинаем думать об этом, не о сути вещей. Заплатили. А об этой фигне мы начинаем думать всерьез, это занимает наши мысли. Я вот давеча, проведя буквально две недели здесь на московском кинофестивале, случайно открыл себе интересный ресторанчик на Новом Арбате, зашел туда бизнес-ландшему, мне здорово понравилось. Вот, и я не побоюсь назвать, это Максимилианус, вот здесь вот на... Да, конечно, называй. Это и есть жизнь нормальная. Я говорю, это Максимилианус, который здесь на Новом Арбате, пивной ресторан, я туда пошел ради еды, потому что пива я не пил, вот, но он безумно красивый, интересный. Блин, я долго боялся как бы написать, чтобы люди не сказали, что это реклама. Да, да. Так вот, почему я говорю о панках? Просто мне кажется, что в данном случае очень важно. Человек выбирает нечто, потому что это ему удобно или потому что это круто. Вот, я покупаю какую-то одежду ли, вот, вещь ли, она может быть дорогая, может быть, безумно дешевая, вот, мы сейчас пишем на достаточно дорогую хрень, вот, она может быть не сильно лучше по качеству, чем многие дешевые, вот, но она... Ты же говорил лучше. Нет, я говорю, она может быть не лучше, она может быть не лучше, чем она безумно дешевая, но она удобнее. Ну, не знаю, ты говорил лучше. Хорошо, я вас обманул, вот. Классный принцип, чтобы сказать двух противных евреев, вот. То есть ты тоже понтовался? Обмануть еврея? Я гнус, я гнус на этики мирные. Ну, хорош, вот смотри, ты затронул интересный вопрос, прости, что я влезаю. Значит, если... Давай рассмотрим случай, когда человек пользуется некой дорогой штуковиной, понимая, что ему неудобно, что ему надо повыделывать. Да, но надо повыделывать. Вот про что Антон и писал. Да, вот этот аспект интересен, потому что другой аспект, но что в нем писать? Если ты искренне свои поступки, то отвалите. Почему я две стороны рассматривал? Да. В одном случае, вот смотри, вот я опять же приведу свой пример из компьютерного мира. Вот есть два самых известных злых гения. Это Билл Гейтс и Стив Джобс. Вот какая характерная картинка. Билл Гейтс, они даже стали нарицательными в изображении компьютеров как таковых, да? Потому что Билл Гейтс, это олицетворение человека в пиджаке, в галстуке, в накрахмаленной белой рубашке, да? Такой менеджер такой. Ябедоктор. Да, 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 да. И Стив Джобс, это вечный хиппи, то есть в помятых, очень порванных, в заношенных джинсах, не бритый, в какой-то кофте, которого он не снимает лет 10 уже, вот и так далее. Человек, который думает иначе. Да, 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 деференто. Поэтому я и говорю, что я не думаю, что Стив Джобс делает принципиально носительный джинс. И вот собака так удобно. Хотя я не думаю, что, опять же, Билл Гейтсу надо думать о том, что носить костюм. Ему уже не надо об этом думать на его уровне денежном. Просто ему так удобно. Одному удобно так, другому удобно так. И все. Вы все время уходите. Да, мы сейчас ушли. Если удобно, то не о чем говорить. Мы говорим, когда... Интересно-то что? То есть это не понтование, когда удобно. Интересно-то что? Зачем они это делают? Зачем делают те, кому когда неудобно? Да. Да нет. Нет, именно в этом. Диора понтование именно в этом. То есть ты следуешь некой крутой моде, такому тренду, понимая, что ты, во-первых, можешь себе это позволить, но тебе это неудобно. Но ты это делаешь. Там есть три группы людей. Три группы людей. Как мне кажется, первая группа людей, покупая цацки, гиперкомпенсирует свое ничтожество. Это самая многочисленная группа людей. В чем может выражаться это ничтожество? В недополучении чего-то в детстве. Или сейчас. Или сейчас. Или сейчас. Человек маленький просто. Нет, если сейчас, это уже гиперкомпенсация. Я говорю, что он искупает что-то в себе. Что он может гиперкомпенсировать? Он гиперкомпенсирует то... Ну и вовремя предложенной груди. Совершенно верно. Совершенно или предложенной, но без любви, как ему кажется. Или предложенной, но не ему. Но не ему, да. Значит, то есть то, чего он недополучил в детстве, или гиперкомпенсация тайного порока, с его точки зрения порока, которую он до сих пор носит в себе, это вторая возможность. И третья возможность, это гиперкомпенсация страха перед будущим. Неотвратимого наказания за то, что он делает сейчас. Вот, значит, представьте себе этих трех людей. Кстати, в некоторых людях все это соединено, да? Значит, он гиперкомпенсирует свое нищее детство или нелюбовь родителей к нему. Второе, он гиперкомпенсирует свой порок тайный, который он носит в себе, про который он знает и который доставляет ему мучения. И третье, он вор и убийца. И все, что у него есть, нажито вот этим путем, путем воровства и убийств. И он мучается страхом перед неотвратимым наказанием и глушит в себе этот голос. И вот эта группа гиперкомпенсантов среди богатых людей, это, на мой взгляд, самая многочисленная группа. Вторая группа, тоже многочисленная, но менее, так сказать, не такая многочисленная. Это группа людей, которые с удовольствием бы все это не покупали. Но они вынуждены это делать, потому что им кажется, или они уверены в том, что покупка этой цацки и вот такой образ жизни, это пропуск в мир таких же людей, как они. Значит, что и так и есть. То есть он говорит, если я не куплю этот долбанный Мерседес, эту халабуду, которая мне нахрен не нужна, со мной не приедет беседовать НН, с которым я должен делать бизнес. Клиночку небольшую сделал. Просто из своего старого прошлого, когда еще плотно телевизионного, мы же очень много делали рекламы, и просто я когда общался, скажем так, с людьми, которые являлись заказчиками, крупными заказчиками, а они, знаешь, что мне говорили, просто приходил и говорит, мы говорим, шеф, вот эта реклама узнать, почему? Потому что у его коллеги такая реклама, он не может, чтобы у него была не была реклама. Ну вот, ну вот, ну вот. Нет, ты тут путаешь немножко, подожди, нет, нет. Нет, тупое исследование, делай как все, это под вид гиперкомпенсации. Это не тупое исследование, это именно потому, что у него такой же Мерседес, но должен быть круче Мерседес. Ну почему должен? Потому что они тогда соревновались в то время. Нет, ты опять путаешь. Вот это соревнование в роскоши, это вид гиперкомпенсации. Это вот в детстве хулиганы играют в чику, и у одного бита более тяжелая, и он бросает ее точнее, а у другого такой биты нет. Так вот, теперь место этой биты занял Мерседес, но это гиперкомпенсация. Я тебе говорю о другой группе людей. Ему не нужно ничего гиперкомпенсировать. Он искренне говорит, да не нужен мне этот дом на Рублевке, горел он огнем. Но если я не буду жить в том районе, где живет Пашка, Пашка не сядет со мной за стол переговоров. А у него гнида уголь, а у меня вагоны, и я не могу иначе. Но увы, это факт, и во всем мире так. Я не говорю, что это только для России. И третья группа, самая малочисленная, там буквально единицы, это люди, которые формируют стиль. Маркетологи. Маркетологи. Нет, это не маркетологи. Это люди, которые лепят мир свой и вокруг себя. Это вообще 6,5 человек. А? Это 6,5 человек. Которые гораздо выше стиль. Совершенно верно. Но эта группа есть. И проходить им у нее нельзя. Вот эти люди, да? Вот это самая для меня, ну, фантастическая совершенно группа, да? Может быть, они что-то гиперкомпенсируют. Может быть. Но я думаю, что они творцы, художники. Да, я понимаю. Вот они формируют, да? Все уже забыли, кто первым сел в машину Мерседес. Никто уже не помнит, кто первым купил пиджак Версача. Но ведь был такой первый. Но ведь был такой первый, кто появился в обществе в пиджаке Версача на Мерседесе. И кто понял, что он это делает не просто так. Совершенно верно. И кто сказал, дай-ка я начну носить часы Улис Норт какой-нибудь, да? И посмотрю, как быстро все эти гниды купят. Вот, как правило, я, например, полагаю, что эти люди, во-первых, жуткие мизантропы. К людям они относятся отвратительно. А точно совершенно. Вот. Для них все карлики, кроме них самих, да? Это жуткие мизантропы. Они крайне талантливые, чрезвычайно умные. У них очень мощный психологический, волевой и какой угодно другой потенциал. Они скучают. Среди этого ничтожные толпы. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот эти три больших группы, по-моему, и представляют весь конгломерат людей, которые летают империалом, носят вот этот Улис Норт, носят трусы верзачи там или какие, я не знаю там чего, да? Вот эти вот три группы листов. Поэтому для меня-то, как всегда, интересно, зачем человек это делает. И мне кажется, что если подходить вот с этих трех точек зрения, то мы исчерпывающе ответим на вопрос, где истоки гламура. Ну, просто носик в своем посте писал не о родоначальниках, а он писал о тех, кто бездумно следует этой конвеции. Это только одна из групп. Да. Причем бездумно. Но понтами является... Ну, хорошо, бездумно я снимаю. Но просто понтами является именно этот процесс. Если тема нашей понты на рождение... Ну, ты понимаешь, куда мы выходим, Саша? Мы выходим-то куда? Мы выходим туда, что называть это понтами крайне поверхностная вещь. Это не понты. Это очень серьезный психологический симптом. Видишь, словом понты... Это термин понты, Юр. Это просто термин, под которым понятно, что имеется в виду. Нет, непонятно. Тебе понятно. А выйди на улицу, спроси, что такое понты. Тебе с презрением скажут. Слушай, ну смысл выражения понты дороже денег... В общем, я думаю, что основная масса населения понимается все-таки однозначно. Они неправильно понимают. Понимают вот именно понтоваться, пафос, выпендриваться, выеживаться. Но это не точное обозначение. Это спасение. То, что мы называем понтами, это спасение человека от саморазрушения. Это очень серьезно. Это страшная вещь. Когда мы, шутя, говорим о гламуре и посылаем их на все, так сказать, возможные буквы, мы забываем, что гламур – это императивная жажда роскошной жизни на показ. Оставьте гламурного человека наедине с самим собой. Он немедленно перестанет использовать все эти цацки. Не перед кем показаться. Вы понимаете, в чем дело-то? Ведь это же серьезнейшая вещь. Это, кстати, очень скверно. Это крайне скверно. Если действительно наедине с собой. Конечно нет. А кому? Нет, ну, понимаешь, это ведь может стать частью личности. Так это не может. Это и есть. Более того, это фундаментальная часть личности. Тогда ему не нужно перед кем-то показываться. Он и наедине с собой, один в комнате, не пукает. Нет. Нет, подожди. Ты путаешь физиологию с психологией. Это нельзя делать. Нет, подожди. То есть он следит за собой. Он следит за собой, пока есть кому на него смотреть. Он опустится немедленно. Я тебя уверяю. Я думаю, что есть и те, и те. Если человек действительно живет в философии гламура, и тех и тех нет. Гламур, там вот там слово «напоказ» – это главное слово. Ну, хорошо. Опять мы уперлись в термин. Совершенно верно. Это роскошная жизнь именно «напоказ». И только «напоказ». Потому что если некому показываться, незачем покупать последний Мазерати. А если ему просто удобно? Да. Если просто хочет это сделать. Это очень коварный такой термин. Под словом «удобно» человек прячет все, что угодно. Я ничего не прячу. Мне на самом деле удобно. Андрюш, ты меня прости, у тебя свои понты. Нет, у меня не понты, я шизофреник просто. Это тоже понты, то, что ты сейчас сказал. Естественно. Понимаешь, мы говорим сейчас о той узкой части понтующихся, которая для понты использует дорогостоящие аксессуары. Машины, часы, костюм. Но на самом-то деле понты у каждого свои. У меня свои, у тебя свои и у тебя свои. Просто мы с вами не входим в когорту лиц, которые… Мы понтуемся иначе. Да, мы понтуемся иначе и в общем для самих себя. У нас другие фиски, которые мы меряемся. В своем кругу. Да, да, да. Понимаешь, да? Мы же сейчас для разговора выбрали только, скажем так, имущественно понтующихся. Нет, это важный момент. Важный, супер, имущественно понтующихся. Потому что, знаешь, этого не было, потому что все были… Совершенно верно. Все были по-советски нищими. Да, совершенно верно. Потом вдруг, с какого-то момента появилась возможность, так или иначе, позволять себе то или другое. Вот, вот, вот. И началось. Вот. И началось. Значит, я просто что хочу сказать? Что не надо с презрением. Вот когда мы говорим понтярщик, пафосник, гламурщик. Я, например, вот, ну вот, значит, серьезно говоря, я отношусь к этим людям с глубоким состраданием. Они для меня, прежде всего, глубоко больные люди. Слушай, Юра, я знаешь, что сейчас вспомню? Ты сейчас говоришь вот это. И я вспомнил один из фильмов, который мне очень понравился, Московский международный кинофестиваль. Он назывался «У нас есть папа». Папа имеет в виду римский папа. Там просто умирает римский папа, и кардинал выбирает нового. И там папа в том, что он вдруг отказывается от вот этого престола папского, да, убегает куда-то. И он весь этот фильм просто мучается. И там есть один фрагмент, когда он приходит к психоаналитику, к женщине, и она с ним просто идет беседу. В том числе, она его спрашивает, скажите, а у вас там есть, может, вы кого-то любите? Да, вроде бы нет. Вот. И вы, наверное, мучаетесь от этого сильно? Да нет, я просто так живу. Ты понимаешь, к чему я это рассказал? Ну да. То есть невозможно сейчас объяснить, что ты просто так живешь. Тебе не верят. Это и люди искренне не верят в том, что ты такой. Знаешь, что я делаю? Что тебе не нужно какую-то дорогостоящую царь, которую ты можешь купить. Но ты не покупаешь ее. Все так? Что это не перезима? Да, что здесь что-то не то. Нет. А это просто твоя жизнь. Нет, все так? Это абсолютно органика для тебя. Согласен. Все было бы так, если бы не Диоклетиан. Опять наматериться. Диоклетиан объяснил. Да. Причем объяснил так, что возражения не нашлось. Понимаешь, да? То есть на самом деле, если ты искренен в своем побуждении отказаться от этой системы встречания по одежке и провожания по ней же, если ты готов от этого отказаться искренне, а опять же не ради суперпонтов, потому что отказ от понтов это тоже понты, да? Если ты готов искренне, то ты объяснишь. Ты просто возьмешь сенатора за руку и скажешь, посмотри, какую капусту я вырастил. Это одна история. Это да. Сенатор может не поверить. Они поверили. Они увидели, какие... Они не увидели, они услышали, из какой интонации он это сказал. Они поняли, что убеждать бессмысленно. Это так, как и были, что даже может себе позволить. Человек перешел в другой мир. А есть так, идигорь, о которой ты говорил, которая обязана. Андрюш, Андрюш, позволить себе может все на свете, любой человек, который дошел до стенки. Вот смотри, Юр, я что хотел сказать. Я вот сейчас как узнаю, скажем так, менеджера низшего звена. Он обычно всегда одет с иголочки, в костюме, наглаженный. Зауженный. Да, да, да. Рубашка плитальная. Понимаешь, сразу видно, что это мелкий менеджер, клерк. Раньше так одевались, наоборот, деловые люди. Сейчас деловый человек, это понятный какой-нибудь, свободный стиль. Он может себе позволить. А этот, он обязан, блин, сходить в костюме, наглаженный, накрахмаленный. Он не хочет этого. И они все одинаковые. Ну, конечно. И со временем становятся одинаковыми их лица. Ну, конечно. И отсутствие выражения. Это не потому, что мы презираем. Я, коже, почему я сейчас говорю, что... Нет, мы просто фиксируем. Если он может себе презираем. Потому что он не может выбрать себе другой стиль одежды. Ну, он может, но для этого надо выйти из этого мира. Он не может быть из этого мира. Да, может, вполне. Он говорит тебе с завтрашнего дня, я с завтрашнего дня, Прохоров не мой кумир. Я не хочу быть таким, как Абрамович, говорит он. Я не пойду, так уже не стоит тогда вопрос. Ты знаешь, я думаю, что... Не перед кем отвечает. Хотя, нося, вернее, тот костюм, который он носит, он знает, что через какое-то время он будет носить другой костюм. Ну, конечно. А сейчас пока рановато. Ну, конечно. Рановато. Так я и говорю, если ты в этом мире, ты играешь по этим правилам. Все, тебе деваться некуда. Если ты... Ты не можешь просто снять с себя эти узкие брючки. Ты должен сначала их снять со своей души. Ты должен сказать, я выхожу из этой системы координат. Я не играю больше в эту... Это ровно тема, о которой вчера как раз... Это поступок. Это тема, на которой вчера на закрытии фестиваля мы сидели и общались с людьми. То есть там мне общались, говорили, что люди ушли из одного журнала, не хотят работать. На такой причине я как раз сказал, что тогда, если у вас посыл такой, что надо работать только на себя, потому что иначе вы нигде не приживетесь. По этой причине надо просто тогда, значит, что-то внутри себя сломать и уже перестать быть работником, а стать либо работодателем, либо фрилансером, да? Потому что ты не можешь. Вот то, о чем ты сейчас говоришь, человек должен сломать внутри себя. Ну, конечно. Но это если возможно. Если у него нету кучи артов, перед которыми он отвечает, он, может быть, хотел бы сломать внутри себя. Но он прекрасно понимает, что он на своем уровне связи, возможностей, не знаю, там, таланта, чего угодно, он не потянет быть фрилансером. Он не потянет быть работодателем. Я говорю с этой поговоркой, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причиной. Я знаю, но это не так. Ну, это так. В сегодняшней России это не так. Да в любой России это так. История знает. Ты человек, который никогда не начинал бизнес, поэтому тебе тяжело судить. Ну, сегодняшний я не начинал. Я тебе поэтому и говорю, ты человек творческий, ты человек медицинский, ты никогда не был работодателем. Я большую часть жизни являюсь работодателем, поэтому я тебе еще раз говорю, что на самом деле в сегодняшней России... Ты можешь сказать, что ты не можешь им перестать быть, что ли? Нет, я им стал просто очень много лет назад, несколько десятков лет назад. Ты же можешь сказать тебе, я больше не играю в эту игру. Нет, а тот, кто вчера вылупился из института, поступил куда-то менеджером, ему сейчас стать владельцем бизнеса категорически сложно. При наличии желания. Я не понимаю... Даже если есть желание, даже если есть хорошая идея, даже если есть там какие-то возможности, их почти невозможно реализовать. Это другая тема. Это другая тема. И он вынужден носить этот костюм. Минуточку, это ужасная тема. Подождите, это ужасная тема. Но я возвращаюсь, я хочу тебя вернуть, Саша. Андрюша не был при этом разговоре, а ты был. Когда в одной компании мы обсуждали несколько недель назад поведение вот этих людей, которые летают на платиновых самолетах и у которых огромное количество денег, да? И человек мой собеседник сказал мне фразу. Вы, кстати говоря, если хотите, вполне можете к ним присоединиться. Две-три правильных мокрухи и все. Это к вопросу о том, что значит стать бизнесменом в России. Ты хочешь стать бизнесменом в России? Не вопрос. Две-три правильных мокрухи. Юр, он лукавил этот человек. Но он же говорил формулу. Нет, ну да. Он же говорил в принципе, что если ты хочешь, вот ты хочешь, изо всех сил ты хочешь стать богатым, пожалуйста. Мы не говорим стать богатым. Но стать бизнесменом в России ты хочешь. И хочешь войти в круг бизнесменов. Откажись от совести. Вот ты тоже делаешь в этом самом разгляде штампов. Причем русских таких штампов. Ну каких штампов? Ну хорошо. Потому что бизнесмен это маленько дорогое. Владелец маленького кафе из двух человек, кто уже бизнесмен во всем мире. К владельцу маленького... Подожди, оставим весь мир. К владельцу маленького кафе в любом городе Российской Федерации. Через две недели или через три, после того, как он стал владельцем маленького кафе, придут три человека. И после этого у него стоит выбор. Или он продолжает оставаться владельцем маленького кафе и становится гнидой. Я тебе хочу огорчить Юра на самом деле. К нему не придут через три недели. И еще до того, как он наступил этот маленькое кафе придут. Ну ладно, хорошо. Тем более. И никто его не ставили быть гнидом. Он просто не сможет открыть свое кафе. И убивать его никто не заставит. И воровать никто не заставит. Просто он должен быть выложить огромную сумму денег, которой у него нет. Вот и все. Ну хорошо, ты просто развернул то, что я говорю. Чтобы эту сумму достать, если он хочет открыть кафе, он должен будет пойти на ряд действий, несовместимых с моралью. Он просто поднимет цены на свои бублики, которые ты будешь оплачивать, на свой чай, который ты сейчас пьешь. Вот и все. Ну ладно, хорошо. Это немного другая тема, и там не так все однозначно. Ну хорошо, и возвращаясь к теме нашей. И возвращаясь к теме, я просто попытался развернуть жизнь по правилам понтов, я попытался развернуть как медицинскую ситуацию. Да, это было необходимое дополнение. Вот моя попытка. Это была действительно попытка анализа происхождения вида и рода. Да, это важный момент. Второй момент, который мы тоже обсудили, это правильные отношения к этому образу жизни. Действительно правильные отношения. То есть я считаю, что у меня нет к этим людям презрения. Сам я не принадлежу к их числу. Я воспитан иначе, у меня другие какие-то не лучше и хуже, а иначе. Иначе. Потому что в России очень часто, на каждом шагу мы говорим, мы выносим оценочные суждения. Обо всем, что происходит вокруг нас. Поступки людей и прочее-прочее. Оценочные суждения, что в общем неправильно. Потому что у нас нет права судить о поступках других людей. Другой человек, другая вселенная. И мы не знаем, по каким законам он живет. Единственное требование – не нарушать законов. Не нарушаешь законов, понтуйся хоть 36 часов в сутки. Это твое дело. И у них есть полное право. И юридическое, и моральное. Вести себя так, как они считают суждения. Я тут вспомнил один глобальный понт, который был на заре перестройки. В 89-й, по-моему, год. Это Артем Тарасов, который заплатил 1 миллион тогдашних долларов. Парт взносов. Парт взносов. Это прекрасно. Краснейший понт был. Да. Понимаешь, вот отличный пример, Андрюша. Вот понт, а он-то, он-то, ну, внутри него мог не называть так, что это понто. Он просто сделал то, что полагалось сделать. Он сделал оказательное действие, да. Да. Заплатил налоги, чтобы спать спокойно. Да, потому что действительно, по закону он должен был заплатить, находясь в партии, он должен был. Но все же остальные решили, что ну это понт. Это и есть та разница между нашей Вселенной и Вселенной, которая населяет другие люди, и их отношением к тебе. По большому счету, мы ведь никогда не поймем друг друга, да, потому что мы все являемся собой, свою личную Вселенную, и не более того. Просто мы пытаемся как-то понять друг друга, договориться. Есть выстроенная система законов, чтобы не было поножовщины. Найти черную дыру, через которую можно попасть в другую Вселенную. Ну, как-то так. Как-то так. Нам всем, я думаю, все ясно. Я что-то вспомнил сейчас. Погоди, погоди. Да-да, будьте здоровы, дорогие. Будьте здоровы. Я знаешь, что я вспомнил сейчас? Я поразительную вещь вспомнил сейчас. Я сейчас вспомню даже, ребят, какой это год. Это, ма-ма-ма, это 81-й год. Это 81-й год, значит, я работаю инфекционистом. В 7-й больнице города Свердловска. И получаю 206 рублей на полторы ставки. Но при этом я веду еще ансамбль в Уральском политехническом институте. Весни и пляски. Весни и пляски, да. И получаю 80 рублей в месяц там. Это уже 286. Это жулик. Да? Пожди, пожди, пожди. И я при этом еще веду ансамбль на Уралмаше, где оформлен в термитном цехе. Я оформлен термитчиком. Это он термитом. И получаю там, минуточку, минуточку. И получаю там 180 рублей. Ай-я, охренеть! Да. Минуточку. Именно в это время. Подожди. Другой человек, Саша Рофф, получил 120 рублей. Так подожди. Гручий инженер. Слушай, на руки 112. И я вдруг считаю однажды, да, что у меня... Прямо мало получается. Ты подожди же ты. Там же страшно... Вот ты смеешься. А я поддонок. Я вдруг... Поддонок. Поддонок. Я вдруг считаю, что у меня деньги... Вот я на руки получаю 460 рублей. В 81-м году. Охренеть! И я как-то с моим другом... Мы идем по улице Ленина. И я ему говорю, пойдем по обеду им в уральских пельменях. Там такой ресторан, Андрей, что-то не знаешь. И он говорит, что это тебя по кабакам растащило. Я говорю, а я могу себе это позволить. Я мулионер. Да. Мы заходим с ним в уральские пельмени. Берем коньяк, берем то, берем все, берем пятое, десятое. И что-то общий счет в конечном итоге достигает чуть ли не 13 рублей. А это в 81-м году в Свердловске вообще целое состояние. И, короче говоря, он говорит, а откуда? Он говорит, ты прости, что это вообще не мое дело. А что это ты так-то? Тебе что, какое-то наследство? И я говорю, ты знаешь, Витя? И рассказываю ему эту историю. Что я получаю, как у меня, на 460. И он вдруг смотрит на меня и говорит, а ты партийные взносы, с какой суммы платишь? Ха-ха-ха, прекрасно. Наступает пауза из мектакля Гоголя-ревизора. Я, вот меня сковывает ужасом. И я понимаю, что я полгода уже плачу партийные взносы только с 206 рублей. И он мне говорит, а ты знаешь, что тебя могут из партий исключить, если это вскроется? Я говорю, а что делать? Он говорит, ну если ты моего совета бы спросил, я бы сказал, ничего не делай. Потому что, сказал он, узнают они или нет, это еще большой вопрос. А вот если они точно узнают, то помимо громадной суммы партийных взносов, ты получишь жуткую волну ненависти на работе. Я, ребят, я вам честно говорю, я потерял покой и сон. Блин, бездается мне, ты перепутал чайники. А что, какая разница? Не, мне-то пофиг. Мне же понравится ли ему пуя. Нигде же цианистого калия, нет? Не, просто мне не жалко. Не важно, не важно. Понравится ли тебе пуя? Да, ничего. Короче, я потерял покой и сон и не нашел ничего лучшего, как посоветоваться с мамой. Мама впала в истерику ужаса и сказала немедленно повинись перед коммунистами на работе. Господи, какими мы были всего 30 лет назад? Ну, я не знаю, мы. Ты-то, может, таким не был? Ну, я-то был точно просто, ну, вообще последняя пыль. Это при том, что тогда уже был диссидентом. Да каким еще? Тогда почти... Так я тебе объясняю, что это все психопатология. Абсолютно. Вот есть Хейфит, который пишет испанскую балладу. Да, да. Есть еще другой, который ее поет. Есть третий, который потом от страха не спит ночами и говорит, зачем я это сделал, зачем я это спел, что теперь со мной будет. И не говорите мне про психиатрическую норму. Нету никакой нормы. Короче говоря, я пошел. Причем ужас-то заключался в том, что у меня на работе секретарь парт-организации Николай Николаевич Гарбузов. Видишь, я помню его, да? Он умер от рака потом и плохо говорить об умерших людях, так как я сейчас скажу. Ну, это правда, он был страшная гнида. И я это знал, и все это знали. Я пришел и сказал, Николай Николаевич, я вынужден повиниться. Единственное, что я не сделал, помню, я не сказал, что я полгода уже воров. Я сказал, что вот у меня сейчас вот начинается такая зарплата. С какой суммы? Я говорю, 460 рублей. Надо было видеть его лицо. После этого моя жизнь в седьмой больнице закончилась. Тебя просто выгнали нахер? Нет, меня не выгнали. Но до тех пор, пока оттуда не выгнали главного врача со всей его сворой, я жил как в Освенцине. То есть немедленно, конечно, этот Гарбузов рассказал об этом всем. Что я получаю 460 рублей. Ты не знал вообще твои, там где были какие-то приятели. А как они узнают? Нет, ты вообще зарабатываешь, кроме этого места еще там. А кто? А как они узнают? Ты ни с кем не говоришь, ни с кем. Нет, а что говорить? Нет, ты ведешь кружок там по фото, здесь. И что? Почему я должен на работе об этом говорить? Ну, нет, ну не должен. Ну, тогда же не было интернета. У меня не было никаких, собственно. А по мне не писали газеты. Фейсбука не было. Фейсбука не было. Фейсбука не было. Вот это ты оставь. Фейсбук, ну сюда просто не все выходили. То, что ансамбль «Вечная весна» в УПИ занимает на смотрах самодеятельности первое место. И я оформлен там какой-то уборщицей вообще. Или кем-то там. Меня же не имели права официально взять на работу руководители в ансамбле. Это же был геморрой страшный. А на Уралмаш, я же тебе говорю, я был оформлен термитчиком. Кстати говоря, я тебе рассказывал этот ужасный эпизод, когда Маслюков приехал вести концерт. Был юбилей Уралмашзавода. В 85-м году, по-моему, было 50 лет Уралмашзавода. Было грандиозное событие и грандиозный концерт. Первое отделение – все профессиональные артисты лучшие города Свердловска. А второе отделение – вся лучшая самодеятельность города Свердловска. И вести концерт приехал Маслюков Александр Васильевич. И там было такое правило, что за 5 номеров до твоего выхода на сцену, ты должен стоять в кулисе. И Маслюков должен видеть, что ты стоишь. Он поставил требование такое. Иначе уволят. Да не уволят, он говорит, я буду вести концерт, только если это будет конвейер. Да, жесточайшая дисциплина. Короче говоря, за 5 номеров, а я должен был петь какую-то военную песню там, не помню, стою с гитарой. Маслюкова подводит ко мне секретарь партийной организации Уралмашзавода и говорит, читает по бумажке, говорит, Юрий Хейфец, работник термитного цеха. Звучит хорошо. Маслюков говорит, еще раз. При этом смотрит он не на меня, а на секретаря парткома. Тот, видимо, начинает что-то понимать и медленно обогравилец. Говорит, Юрий Хейфец, работник термитного цеха. Нет, нет, не работник. Подожди, нет, 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 как же он сказал, термитчик 6-го разряда какой-то. Вот, термитчик 6-го разряда он сказал. Ну хорошо, и что? Да, подожди, послушай, я же тебе рассказываю, ты думаешь, я что? Нет, нет. Маслюков говорит еще раз, он говорит, Юрий Хейфец, термитчик 6-го разряда. Маслюков, не глядя на меня, а глядя на него, говорит, я не буду это объявлять. Почему задает секретарь? Я вообще, то есть меня нет просто. Я уже забыл слова всей песни. Я испытываю две эмоции. Первое, желание взять гитару и разбить Маслюкову морду. Второе, эмоции, немедленно уйти отсюда. И я не знаю, что он мне сейчас победит. И, так сказать, побеждает желание уйти, потому что я понимаю, что Маслюков прав. Что? Что он говорил? Ну а просто, почему вы не будете это объявлять? Послушайте, он говорит, а значит, почему вы не будете, если он следует объявлять? Он сказал, термитчиков с такой фамилией не бывает, сказал Маслюков. Абсолютно серьезно. Да. Абсолютно нет. Но это глупость. Глядя с ненавистью, глядя, то есть он отчитывал, он говорил, ну, с наедисемитом еще. Неужели термитчиков с такой фамилией, говорит он, глядя вот так вот, не бывает? Вы что за бред, ну, блин? Тогда он смотрит на меня и говорит, что делать? Я говорю, ну, может быть, сказать мягче, Александр Васильевич? Тогда врач. Как, говорит Маслюков, не глядя на меня? Я говорю, сказать работник термитного цеха. Это пойдет, сказал Маслюков. Я не вижу принципиально бреда. Ну, ты не видишь, я тебе рассказываю, что бред. Да, я понимаю, но я пытаюсь понять Маслюкова. А я его прекрасно понимаю. Если бы он валял дурака, было бы понятно. Он жил в определенной системе координат. И в той системе координат термитчиков 6-го разряда с фамилией Робитович, термитчиков 6-го разряда не было. Хотя они были, на самом деле. Ну, я этого и не знаю. Может, и были. Ну, я так не знал. Ну, ты знал, а он не знал. А он не знал. Он не знал. И во всяком случае, он совершенно справедливо полагал, что это не тенденция. Он боялся, что смех в зале. Я не знаю, что... Да, очевидно. Это же был не КВН. Что странно. Да. Короче говоря, к чему я все это вам рассказал. Хорошо ругаться. Подожди, подожди. К чему я все это рассказал. У нас показ-то идет в категорию для взрослых. Я забыл вам самое главное это рассказать, что когда прошло несколько лет и выгнали с работы главного врача 7-й больницы, вместе с ним ушла зам по медицинской части и, естественно, докатилась до Гарбузова Николая Николаевича. И он слетел с секретарией партийной организации раз, во-вторых, он слетел с заведующего приемным отделением два и стал просто терапевт. И я, вот тут я каюсь, это, конечно, моя дина, а я уже знал, что я уволюсь оттуда, у меня было предложение о переходе в медсанчасть не автоматики, и я пришел к нему и сказал, ну что, сказал я ему, я просто хочу, сказал я ему, напомнить, слышь, сказал я ему. Да. Мне интересно, сказал я, что ты тогда, ты из зависти все это растрепал, вот по всей больнице, что я получаю 460 рублей, что тебе было от меня нужно? Я говорил ему ты не потому, что я его хотел унизить, а потому что, степор, как он стал простым врачом, мы сразу все переходили на ты, там же как было? Там была корпоративная этика негласная, да? И он, знаешь, что сказал? Ну тут слово я не могу его сказать, потому что идет запись. Да скажи. А можно, да? Я могу сказать буквы, буквы. Он сказал, нет, ну он сказал, а что ты тут делаешь? Понимай под этим, что хочешь. Нет. Вот что имел в виду он? И я понял, как тогда был прав мой друг Витя, который сказал мне, не говори никому, не надо. Потому что никто не подумает, что ты это говоришь из честности, из желания платить честным взносы, понимаешь? А все подумают, что ты это говоришь за тем, чтобы понтовать за рожек. А ты знаешь, на самом деле, еще при советской власти, это еще и опасно для здоровья было понтоваться. Потому что у нас довольно-таки богатые люди ездили на Запорожце, хотя могли купить импортную машину, и МСДС тогда не было проблемам было купить. Самые богатые люди ездили черт и на чем. Да, квартиры были маленькие, узкие. Подожди, ты помнишь Свердловск? Саховики есть, кстати. Подожди, ты помнишь Свердловск в 70-х и 80-х годах? Ну, смутно, скорее в 70-х. Ну, хорошо, а я помню и 60-х. Ну, я конец, и как, 75-е и дальше помню. Ты считаешь, мы все не знали, что они понтуются? Они жили в доме под названием Дворянское гнездо. Я адрес до сих пор помню. Разные люди были. Те, кто обладали реальными деньгами, я говорю, что ты недавно тут брызгал спиной, они-то как раз не понтовались. Я не знаю, как ты говоришь, я говорю о партийной верхушке. Нет, партийной верхушке, она была... Ты говоришь в Саховикак, что ли? Нет, я говорю о тех, кто занимался чем угодно. Пузинисом, тогда Пузинисом. Чем угодно, на самом деле. Они были нужны прятаться, Андрей. Нет, слушайте, ну разве то понтование нельзя считать. Можно, можно. Они жили в доме под названием Дворянское гнездо. На набережной, это было шикарно. Они ездили на чем-то. Ну, Юра, это была система элит, партийная. Артистическая элита. Это другое. Объясни мне, кто их заставлял стоять на трибуне Мавзолея, значит, Свердловского, да? Стояли на трибуне Свердловского Мавзолея в пыжиковых шапках. Ну, никто не заставлял. Никто. Кто их заставлял ходить в пальто, которых не было в магазинах? Кто заставлял их жить так, что все знали, что они отовариваются жратвой из закрытого распределителя? Никто не заставлял. Кто заставлял? Совесть. Их заставляла совесть. Они же подтовались. Слушай, а я вспомнил вот еще одну из советского... Ты помнишь рассказ про Ленина? Когда они при закрытых окнах в жару в Кремле жрали мед или масло, что-то там такое. Ты помнишь или нет? Ну как? Это известная история. Тогда же Кремль был открыт для посещения. Тогда же не было. Тогда можно было зайти на территорию Кремля в начале 20-х годов, можно было зайти на территорию Московского Кремля без всякой охраны и пройти через Соборную площадь. И вот люди идут, простые, открытые окна, и они видят, как эта вот партийная бюрократия, да, жарко очень, пьет чай с медом и намазывают толстыми жербейками масло на хлеб и жрет. И это дошло до Ленина, кто-то ему стукнул. В глаз. Подожди. И что он прибежал орать? Закручил. Да. Он же не сказал, как вам не стыдно жрать масло. «Окна козлы закройте окна!» «Окна козлы закройте!» «Окна козлы закройте!» «Окна козлы закройте окна!» «Окна козлы закройте окна!» «Да-да-да!» «Нет, на самом деле, я вспомнил, что ты сейчас с вами упомянул, другой вид понтов, очень популярный в советской власти. Это магнитофон Sony или Panasonic с какой-нибудь импортной музыкой, которая включена на всю катушку, надо было идти с ним по улице». «Вот так вот». «А если у тебя были понты поменьше, то с магнитофоном весна». «Джинсы». «Джинсы», «Арайфл» «Суперрайфл». «Живачка». «Живачка». «Да, жувачка». «Слушайте, но ведь, как справедливо заметил доктор, это же все понтования, это проявления нашей личности. «Ну, Саш, мы опять в целом кругу пошли». «Желания». «Мы определили же три с тобой. Да, и в общем...» «Не спили». «Нет, то есть как бы, если мы начали с поста Антона Носика, то есть он говорит именно о людях богатых, которые понтуются как бы многие иногда на самом деле на зависть другим бедным. Есть такие, просто люди, которые получают какой-то оргазм даже от этого. «Это все гиперкомпенсация». «Да, да, нет, нет, просто другой». «Он говорил о них». «Мы-то как-то маленечко расширили». «В том числе и коснулись людей, которые понтуются именно...» «Ну, даже не знаю, те же магнитофоны присутствовались». «Что это такое было?» «Я не могу сказать». «Это гиперкомпензация». «Да, это показывает, что ты тоже крут. «Последние деньги собирали, покупали эти магнитофоны, заказывали». Потому что я сам покупал магнитофон «Шаркс». «Не увезли». «Андрюш, купить магнитофон и идти с ним прилюдно – разные вещи». «Я ходил». «Нет, это разные вещи. Послушай меня. Купить и слушать дома и копить на него. А дома у меня был катушечный с ним ходить было стрёмно. «Получить удовольствие». «Это не то же самое, как публично демонстрировать с ним». «Это разные вещи». «Дома, потому что я был коллекционер, у него был катушечный, было хорошее качество. Там было хорошее качество, у меня была хорошая акустика, деревянные колонки были, у меня был ламповый усилитель, у меня был магнитофон «Олимпка» тучный, у меня был «Акай» и так далее. А вот на улице – это же «Шарк». «Еще раз вспомнился, знаю что, вообще потрясающе. Вот куда уводит разговор, сейчас я вспомню, подожди. Это что же мне, лет пять?» «Тебе было где-то пять лет?» «Представляешь?» «Не верю». «58-й год, мы живём на Эльмаши во дворе, во дворе, уставленном бьющими бараками и набитыми жуткой беднотой. Какой-то просто вот такой, знаете, ребят, вот неслыханный беднотой. Едва ли мы были не самой состоятельной семьёй во дворе. Папа был полковник, подполковник. Он ещё не ушёл из армии. Мама работала экономистом в сернархозе, по-моему. И мы были едва ли не самой зажиточной семьёй во дворе. Короче говоря, нянька, я говорю, «Я пойду гулять, сделай мне хлебушек с маслом и с сахарком». Это было самое главное пирожное моего детства. Я помню, нянька отрезает мне кусок белого хлеба, мажет маслом, посыпает сахаром. И я иду с этим во двор гулять. Не понтовать? А получите довольствие? У меня не было мыслей. Я помню точно, что у меня не было мыслей показать всем. Разумеется. Не было. Я пошёл во двор гулять и стал это жрать. Ходил это всё жрал. А то, что меня не принимали в компанию играть, это и без хлеба было. Это и до этого было. И вот эти все ребятки, которые играли там деревянными щепочками, а не игрушками, как я, они, как всегда, стояли там в стороне и с ненавистью на меня смотрели и перешёптывались. Но я не отнёс это к хлебу тогда. Я помню, я дожрал этот свой хлеб. И куда-то я пошёл, то ли домой, то ли что. И буквально через два дня брат... А у меня была такая ситуация, что поскольку брат был старше меня на 16 лет, а папа, соответственно, я, так сказать, поздний ребёнок, меня родили родители в 47 лет, и папа и мама для меня были бабушка и дедушка, а брат был папой. И он говорит, Юрий... Когда он говорил, Юрий, я понимал, что... Что уж испоругать тебя. Да. Юрий сказал мне брат и нахмурил брови. Я подошёл, говорю, что... А я, конечно, его обожал, для меня брат был царь и бог. Никогда больше не смей выходить во двор с хлебом, с маслом и с сахаром. Я говорю, откуда ты знаешь, что я выход... Юрий, я повторяю тебе, не смей. А почему, сказал я. Он мне сказал, потому что у других этого нет. Сказал он мне. Кстати, это очень интеллигентский приём. Это очень советский выравнивание. Ты думаешь, советский? Это советский. Это тот же Ленин, закройте окна. Ну, потому что с точки зрения нормальной... Это уважение. С одной стороны, понимаешь? Нет, это уважение. А с другой стороны, это уважение за счёт собственной свободы, собственных желаний. Это не уважение, нет. Понимаешь? А если ты... Я скорее подозвожу страхом погрома. А если ты всё-таки выходишь, зная, что они этого не имеют, но не желая раздражать их, может быть, таким образом ты толкнёшь их, чтобы они тоже пришли к этому хлебу. Нет, нет. Не толкнёшь. Ты толкнёшь их к тому, чтобы они тебе набили морду или ограбили... Юра, я не знаю. А может быть, они захотят тоже так выйти, что-то будут делать. И сделают, и выйдут такими. Нет, этого никогда не будет. Саша, это не в России как бы ты живёшь. Я не знаю, что педагогичней. Не знаю. Это не будет никогда. Ты как бы не в России живёшь. Потому что, когда люди видят, они хотят это получить, как Иванушка на печке, за помощью щуки. Хрен там. Вот это у нас... Хрен там. Вот поэтому я и говорю советские дела. Совершенно верно. Вот именно поэтому советские дела. Так, Саша, по чейшему велению не по советской власти было написано. Ну хорошо, русские, советские... Так у нас в советское время государство падало на все эти лепоты. Да, да, да. Ну так то же самое. Итак, возвращаясь к теме. Какая уже путево. Сегодня какая-то сплошная лирика, а не подкаст. Нет, хороший подкаст. Нет, слушайте. Орлов, он ныркует, постоянно тоже выкрики пробивает. Хехец тоже всё время злобствует. Вспоминает какие-то... Я не злобствую. Вспоминает свою пятилетнюю прошлую. И ты, как хлеб с маслом, как и вспоминает. Нет, ну это как бы то, что мы сейчас как выяснили. Это естественный подкаст, потому что это пошла уже неотрепетированная какая-то, не готовая вещь. А рождается, по сути, по ходу. Да, это нормально абсолютно. Всем здоровья. А на самом деле, всё равно это всё наша тема была, так или иначе. Я на самом деле советую почитать вот этот вот пост Антона Носика. Он там чуть-чуть больше, чем процитировал, чуть интереснее, чуть больше и глубже. А нас может вообще неслушать, что мы чушь всякую несём. Собрались два чудака. Я ещё просто не вышел пока из московского кинофестиваля. Вот погодите, я просто 10 дней в году живу. То есть я тогда проходил фестиваль, чуть больше, если не 11-12 дней, я живу. Всё остальное время я нахожусь в коме. Вот когда в коме я спокойнее, чуть-чуть перезвее мыслил. А вот и чуть-чуть в реальной жизни пока ещё. Я ещё не вышел. Вот у меня практически уже постепенно начинается трава. Годовой, ежегодный. Вот, которая длится большую часть года. Я уже всё, у меня уже пошёл счётчик обратного времени. Я уже готовлюсь к следующему году, к лет 4-го Московского международного кинофестиваля. Когда проживу наконец ещё 10 дней, потом снова ходу в кому. Но ты ведь знаешь, что в мире есть не только московский кинофестиваль. А мне, кстати, не интересует. Есть Венеция, Берлин. Нет, не в этом дело. Я в хорошем смысле слова знаю только русский язык. Я из других языков только знаю варваризм. Я знаю там слов 200 из одного языка, что 100 из другого языка. Я и не могу. Я могу смотреть кино по-английски, но не более того. Я не могу о нём говорить. Ну, хорошо. Хорошо. Господин Орлов, хочешь нас покинуть? Мысли на вами. Не стучи. Почему? Что за манера у этого хефита всё время стучать? Ну, у него вообще своеобразные манеры. Ладно, всем пока. Сегодня у нас очень затянулось. Если вас будете слушать, хорошо, не будет. Мы не повтори эту слову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok